Продолжение следует... Надо понимать, и про это как раз и буду говорить, что все это часть одного большого мира, а свой ислам, исламского мира, а весь ислам часть одного большого мира вообще. И вот это тоже как-то надо, наверное, не забывать. Это то есть несколько аспектов, о которых я и хотел бы поговорить и предложить несколько тезисов, которые, кажется, мне важны, когда мы рассуждаем об исламе вообще, и исламе рядом с европейским миром, поскольку весь этот мир вообще поуже мира всего, того мира, который исходит из идеи единого Бога. И есть несколько тезисов, они спорные, но я считаю, для меня они важнейшие в понимании всего того, что происходило и происходит. Первый тезис это то, что Коран спокойно всеми может называться Третьим Заветом, и он и есть Третий Завет. Это позиция самого Корана, который считает, что это священная книга не способна в качестве исправления божественной книги, которая сначала была не способна иудеям, они ее исказили, пришлось им послать Новый Завет, это нормально. А дальше, это уже как бы исламская позиция, пришлось послать Третий Завет, потому что люди опять все исказили. И так, на самом деле, Коран и построен так, как некий комментарий, рассказ, пересказ того, что было прежде, он ничего не заимствует, это любимое такое антиисламское высказание, что в Коране все какие-то кусочки из Библии взяты, он нормально пересказывает Библию, упоминая различные ветхозаветные и новозаветные истории, давая их в свою собственную трактовку. При этом, при очень таком как бы обрывистости Корана, только Коран содержит совершенно четкую линию развития человеческой истории, она развивается, понятно, как у всех, от начала творения мира до страшного суда, а посередине она развивается, главное, по пророкам. Каждый период имеет своего пророка, в каждом периоде истории свое начало, благополучие, потом гордыня, потом пророк, потом в пророка не верят, потом его уничтожают, из этого уничтожают народ. И так человеческая история идет, в общем, такая нормальная схема истории, одна из таких самых лучших и стройных в мире. Маленькое отступление, говоря о Коране. Вчера мне рассказывали, как с какой торжественностью дарили фоксимиля казанских Коранов, руководство Саудовской Аравии, мне рассказывал представитель России в организации исламских государств. Просто так, к слову, наш ислам. Казанские Кораны до сих пор считаются такими уникальными, самыми, уникально красивыми изданиями Корана. Они, у них всегда особый шрифт, они, значит, рано появились, они распространились по миру, и в какой-то мере это наше и политическое оружие, потому что в Саудовской Аравии принято считать, что у них почти монопольное право печатать Коран и издавать. И вот то, что знаменитые Кораны, а на самом деле не так много печатных Коранов, которые считаются знаменитыми, это Казанский Коран. Следующий наш, следующий сюжет, это, собственно, пророк, посланник, который последний, это печать пророков, он завершает текст, подтверждает текст, несполстанный свыше, и так же завершает, дальше ничего не будет. Мухаммед, великая фигура, одна из величайших фигур мировой истории, при этом типологически находящаяся в той же линии, в которой находится почти вся духовная жизнь, история духовной жизни Ближнего и Среднего Востока. Это фигура, аналогичная библейским пророкам, как это происходит, и в Коране, фигура, которая имеет свое замечательное место, уникальное в мире, но место, вполне определенное в системе иерархии откровений, которая изложена, опять же, в той же мусульманской теории, такого высоковедения не надо, лучше всего, Иван Хальдуна, что у людей есть возможность проникать в вещи потусторонние, есть первая категория – человек одержимый, есть следующая категория – поэт, есть третья категория – прорицатель, и так далее, и так далее, и следующий – пророк. Мы все помним, что Мухаммед сам боялся, когда к нему пришло откровение, что он становится поэтом, и такой ужас, казалось, нет, он пророк, и на самом деле все вот эти категории имеют какие-то дверцы, даже, как говорится, дверцы в потусторонний мир, но когда уже есть пророк, то уже ничего не надо, все дверцы закрываются, все кончено, но только поэты, может быть, остаются, и на этом все кончается. Так что эта фигура абсолютно уникальная и великая, но и фигура, которая для европейской культуры в целом, она понятная вполне, это только высшая категория пророка, и это то самое, что содержится и в мусульманской теории. Есть одна смешная история с советским изучением ислама. Дело в том, что советское изучение ислама, оно шло такими разными волнами, там есть очень иногда интересные и неожиданные вещи. Так вот, в свое время довольно много было написано этнографами статьи о происхождении ислама, писал и Сергей Павлович Толстолов, этнограф, но он ведь не сильно понимающий в исламе, писал Исаак Натанович Винников, блестящий этнограф, очень хорошо понимавший ислам и симметологию, мы писали о шаманийских чертах проповеди в фигуре Мухаммада. Тогда это казалось и выглядело как замечательной атакой на ислам, потому что вот мы изучаем сибирский шаманизм и сравниваем с тем, что это рассказать о Мухаммаде, и вот, пожалуйста, получается безобразие. На самом деле, то сравнение с шаманизмом, которое они проводили на основании тех блестящих материалов, которые примерно тогда в 20-30-е годы этнографии добывались, показывает одну вещь, абсолютную достоверность трансов, абсолютную достоверность откровений Мухаммада. Это абсолютно точное описание того, как такого типа откровения приходят. Это не описание эпилепсии, которое было приятно, так сказать, говорить европейцам, никакого там описания эпилепсии нету, хотя и в эпилепсии нет ничего плохого. Вспоминая Достоевского. Это совершенно неожиданным образом, это чуть ли не самое лучшее, когда постоянно критика ислама существует всегда, есть и исламофобия, и критика, и всякая, критика миссионерская. Там всегда фигурируют разные вещи о том, что недостоверным было откровение, игра и все. Как раз эти вещи показывают абсолютную достоверность и ничего более похожего на реальные записи откровений и мистического экстаза, чем Коран, на самом деле нет. Все остальное 10 тысяч раз редактировано, как библейские пророки, там известно, все редактировано. А здесь редактировано значительно меньше. Есть еще один, значит, третий момент, который сейчас вылез очень активно, это то, что называется джихад, а по-русски называется священная война, а вообще-то, если перевести на европейский язык, называется крестовый поход. Потому что весь 20 век это споры по поводу знаменитого хадиса о том, что есть большой джихад и малый джихад, один интеллектуальный, другой военный, как радикалы превращают его в военный джихад, и сейчас все это принимается. Но глядя в глубины истории, крестовый поход – это действительно не просто аналогичный термин, это в значительной мере источник происхождения нынешнего понимания джихада, как такой, когда кровавая война находится на первом месте. Оно и родилось во время крестовых походов, совсем не сразу это означало вот то, что сейчас все радикалы говорят, это родилось уже после целой долгого времени борьбы с крестоносцами, когда людям, которые имели в головах идею священной войны с разными аспектами, включая интеллектуальной, выложили настоящую священную войну, которая только ради религии, которая полная насилия, которая полная крови. Это был вот момент, и в ответ на это родился уже саладиновский джихад, и родился этот термин с преимуществом военных вещей. Это очень важный вопрос, важная вещь, потому что очень много в современном радикальном исламе, это не имеет значения к нашим музейным разговорам, является отражением европейских взглядов на ислам. Это бывает, к сожалению, наука, она вещь очень опасная, можно так изучить людей, что они потом станут такими, какими ты их описываешь, и я думаю, что мы в этом смысле, в России тоже хороший, подопытный кролик в этом смысле тоже, тем влиянием. И изумительный материал для изучения вот этих всех эволюций, конечно, Кавказ и Средняя Азия, где мы со своим исламом сами тут воевали, и все это нашло большое отражение в российской культуре, и поэтому очень важно, и от этого никуда не деться, тем более, что одна из главных коллекций Эрмитажа, это оружие мусульманское и замечательное, хорошее, хотя самые главные две витрины, они обманные у нас в отделе оружия, там представлены основные материалы, использующиеся в шиитских ритуалах, оно не настоящее оружие, оно, так сказать, такое для, называется, Таазия, для Шахсеев Ахсея, когда люди ранят себя во время церемонии. Следующий вопрос, тоже очень важный для понимания ислама, это такой любимый мирный вопрос насчет заимствования, что Европа заимствовала у ислама, что ислам заимствовала в античности, в общем, тут довольно большая, длинная история, очень ярко и красиво, известно, что очень много всего ислам дал в Европе, в европейской культуре, известно, что очень много исламовской культуры взяла из античности, есть, на самом деле, есть такая схема эстафеты, по существу античность, процветавшая, передала эстафету исламской культуре, что-то было взято, что-то развито, что-то нет, а исламская культура передала эстафету Европе. Ну, дальше вопрос, куда дальше, вот, должно было бы в Россию идти, не идет пока, но, в общем, эстафета должна пойти куда-то дальше, у меня есть несколько, вот, в мусульманской части эстафеты есть великая философия и есть великий Ибн Рушт, который, не придумал, конечно, донес до Европы идею двойной истины, есть великий Ибн Сина, это великий врач и философ тоже, тоже воспринятый или Европа, есть великий философ Ибн Хальдун, который не был воспринят Европой, только потом его воспринял Тойнбину самостоятельно, но это отдельная часть, есть целый набор вещей в мусульманской культуре, которые так еще и не восприняты были европейцами, европейской культурой еще, может быть, и будут восприняты. Очень важная вещь, которую от исламской культуры уходит эстафеты, воспринял Ренессанс, это две вещи, характерные для культуры ислама. Одна, в чем очень, как бы, не совпадающий друг с другом, одна, это такая математичность, практичность культуры, это торговцы, которые дают векселят в Китае, по ним получаешь в Испании, это караваны, это хороший счет, это математика, это алгебра, алгоритм, да, арабское слово, алгебра, подсчеты, материалистичность, торговля, в общем, такой материалистичный очень мир, которому училась Европа, вот это средневековое стало учиться у торговцев мусульманских. А с другой стороны, это мир, который знает красоту жизни, вот это dolce vita, сладкая жизнь, это тоже европейцы раздоровые глаза, видели это в мусульманских городах, и потом из этого тоже рождалась вот эта возрожденческая, противостоящая средневековому аскетизму, любовь, умение жить красиво. Это не отменяло аскетизма, аскетизм не надо было заимствовать, аскетизм Европы был и в мусульманском мире, и то, и другое, более-менее похоже. А здесь вот это вот была вот эта передача, которая передалась. Очень смешно, иногда появились вещи, которые как бы не должны быть в мусульманской культуре, но вот я потом два слова скажу об иконоборчестве, но блестящие образцы влияния и воспринятия мусульманского стиля изображения людей, это они на юге и на западе, это Палермо дворцы сицилийских правителей, и храм Ахтамар армянский, в турецкой Армении на озере Ван. И там и тут совершенно замечательные, вот из лучших образцов мусульманского искусства, хотя понятно, споры вы понимаете, что это я здесь могу сказать, на армянском храме мусульманских изображений в Ереване нет. Но в Сицилии вполне говорить можно. Чудный пример такой эстафеты, у нас сейчас в Армидаже выставка Мариана Фортуни, значит, великого дизайнера, сына великого коллекционера, каталонско-испанского, и вот там блестящие образцы того, как разные ткани, узоры тканей, европейские и восточные, использовались самым великим модельером человечества, так мы считаем, мы в Эрмитаже, если его платье регулярно описывал Марсель Прус, то никто больше такой чести в мире не удостоился. Ну, есть еще одна тема такая любимая, это вот этот самый ориентализм, о которой упомянули, это существует такая шаржевая книжка замечательного палестинского писателя, специалиста по английской литературе, по Конраду Эдварда Саида, она вся наполнена таким издевательством над востоковедением, где-то справедливо, где-то несправедливо, так иногда на расстоянии она уже выглядит иногда смешной, но самое главное, что там нету русского востоковедения, если бы было, я думаю, что это Роза Саидко бы понял другое, потому что в русском востоковедении есть особенности, которые на самом деле в западном нету. Западная, она очень легко делится по религиям, вот есть совсем другая книга Шака Варденберга, а востоковедни, где пять самых выдающихся востоковедов разделены по религии, там Иудея Гальцир, там католик Массиньон и так далее, вот там все получается, там все на пять человек, все получается совершенно ясно, это какой религии происходит. Русский ориентализм совершенно не православный, у него есть маленькая православная часть, миссионерская, всегда было три течения, одно чисто политическое, политическое это вот большая игра в политике на востоке, которые всегда тоже занимались и наукой востоковедением, другая миссионерская, это вот то, что было очень сильно в Казани, где вот такой православный, который должен был проповедовать мусульманам и писал одновременно толстые книги об исламе, а третья академическая, которая, ну, так дружилась политически и всегда резко выступала против миссионерской, из которой потом выросла атеистическая исламоведение, это Бартольд и Розен, ни в одном мусульковедении в мире нет таких статей, которых бы почти высекли, избивали тех, кто ненаучно пишет об исламе, вот как раз по поводу миссионерской школы, так что у нас, как всегда, все лучше, чем у кого-либо, разумеется. И востоковедение наше, исламоведение в России, у нас таких нескольких всплесков, один из последних был, благодаря войне в Афганистане, когда вдруг разрешили писать слово «ислам», там, где обычно писали, там, духовно-религиозные или философские течения средних веков, вот, второй сейчас, когда тоже оказалось важным, чтобы научная некая основа понимания того, что происходит во всем мире, нужна, должна быть. Ну и понятно, что в основе этого могут лежать наши великие коллекции, о коллекциях мы, эрмитажных, будем говорить, но кроме того, у нас есть замечательная коллекция в оружейной палате в Москве, а у нас есть очень хорошая коллекция в музее религии в Петербурге, в частности, татарские шамаилии там замечательные, понятно, музей Казани и замечательный музей в Азове, где лучшая коллекция салтар-удинской керамики, на самом деле. У нас есть потрясающие памятники, города, памятники, мусульманская культура, о которой будем говорить, это, разумеется, Булгар, это Дербент, это Кубачи, Дагестан и Дербент, это Бахчисарай, и у нас есть тема уникальная, наша. Вот вы сегодня уже слышали про Золотую Орду, Золотая Орда – это наша российская эрмитажная тема, и мы можем гордиться, что у нас только лучшие коллекции, на самом деле, произошедшие изменения и некая координация взглядов на то, что такое Золотая Орда, рождены в значительной мере работами не просто петербургских ориенталистов, а именно Эрмитажа, это и работы Марки Борисовича Комаровского, которого вы здесь увидите, и коллекциями Эрмитажными, и сериями выставок, которые мы делали в Казани, к которым добавляется еще только что прошедшая замечательная выставка, посвященная Ибн Фадлану, путешествия Ибн Фадланов и Булгар, где, в общем, это совершенно такой новый этап освоения всей этой истории исламизации по Волжье, которая столь важна и которая тоже является, в общем, нашей особенностью нашего Востока. Все тут разные способы показа искусства всякого и разного Востока, они разные в разных странах, и Эрмитаж здесь сильно отличается от всего мира, потому что во всем мире принято показывать исламское искусство как искусство, как вообще отдел каузермонское искусство, 그러니까, что всегда очень обижало сначала арабских националистов, особенно, то есть не арабских, вообще националистов, иногда обижает и искусствоведов каузермонских, почему это у вас как христианское искусство так оно делится, там, Испания, Франция, Германия и все разное, а как исламское так одним сколком. И это справедливо, Потому что сразу достаточно взглянуть на вещь, чтобы понять, что одна происходит из Ирана, другая из Магриба или из Испании, что они совершенно разные. Хотя точно так же, взглянув один раз, видно, что они одинаковые тоже, поскольку они строятся на единых принципах эстетических, многие из которых могут быть сведены к принципам религиозным или, по крайней мере, к ним приравнены. Но как бы то ни было, отделы такие есть, и новые отделы, в Лувре новые отделы исламского искусства, а внутри там начинается уже деление то туда, то сюда, то деление по материалам, в общем, довольно запутанное. В Эрмитаже всегда были отделы, были выставки исламского искусства, но всегда постоянная экспозиция, это постоянная экспозиция тех стран, которые исповедовали ислам, которые начинаются с доисламской истории, исламской и после исламской, если такая есть. Это был академический подход в Эрмитаже, это был марксистский подход в 30-е годы, вполне нормальный, потом он стал опять академическим, и потом он получил большое признание в мире восточном. А сейчас даже в Метрополит, они новый отдел сделали, исламский сделали, он называется так, отдел арабских стран ближнего Среднего Востока, Турции, там Средней Азии, еще что-то. Я бы сказал, вот смотрите, хорошо, значит, вы поняли наш научный подход, они говорят, да не, у нас проще, у нас спонсоры всех этих стран, и все требуют, чтобы их страны были названы, назвать это дело. Но на самом деле это, конечно, влияние марксизма и серьезного научного подхода на американскую науку. Ну, как бы это ни было, мы показываем страны, и у нас, ну, вы увидите, вам все покажут наши экспозиции. Допустим, Ближний Восток начинается с Византии, потом идет там Ближний Восток, и кончается Османской Турцией, да, сначала Египет, Османская Турция. Также Иран до Коржаров будет начинаться с Ассанидов, а большие выставки, посвященные единству, исламскому искусству, мы показываем, мы делаем регулярно, как раз рассказывая о единстве. Рассказываем об искусстве, есть тоже два тезиса, которые хотел бы огласить, опять же, спорные. Ну, первое, искусство исламское замечательно может быть сейчас увязано с современностью, потому что оно все, в принципе, абстрактное, и на самом деле музеи современного искусства процветают в мусульманском мире, их устраивают, покупают коллекции, никаких проблем здесь нет. Причем там есть как бы три направления. Одна это, разумеется, каллиграфия, которая сама по себе содержит и смысл, но она, кроме смыслов, содержит и вот такое художественное влияние, которое позволяет эти смыслы понять. Потому что арабское письмо, как вы знаете, консонантное, и вообще прочитать его можно только, если ты примерно знаешь или узнаешь, что там написано. Поэтому, как в искусстве, есть эффект узнавания. Другое направление, то, что называется арабеск, это, условно говоря, виноградная лоза с разными плодами и с фигурками иногда человеческими. И третье это геометрический орнамент. Все, в общем, орнаменты имеют вполне такое хорошее религиозное обоснование, объяснили. Ну, есть знаменитая история о том, что ислам якобы запрещает изображение живых существ, он их не запрещает. Но ислам совершенно четко, как серьезная монотеистическая религия, считает неприличным изображать священную историю через изображение людей. В этом исламовский взгляд разделяют известные иудеи, протестанты и 200 лет разделяли православные христиане в Византии. Вот недавно, вчера, целый фильм записал про то, как протестанты уничтожали фрески, картины и скульптуры в Нидерландах. Так что это общая вещь, которая называется иконоборчество. И в исламе есть три этих текста, которые замечательно рисуют, рисовывают всю, значит, схему. Первый – это знаменитый, в Коране ничего не запрещается, есть знаменитый хадис, где Мухаммад говорит о том, что хуже всех на страшном суде будет мусавыром тем, которые рисуют или лепят фигуры, потому что они подражают Богу. Бог слепил Адама, им скажут – так, ты сделал, теперь вдохни жизнь. Ты вздохнуть не можешь, значит, будешь наказан за эту безумную гордыню. Вот на этом основывается общая теория. Дальше есть другой замечательный рассказ. Мухаммад приходит к своей молодой жене Айше в шатер, а там, значит, она украсила шатер большими такими коврами, сшитыми, расшитой парчой, сасанитской, видимо, персидской, с фигурами разными. Говорит, нет, нельзя ходить ангелом в дом, где есть идолы, и не вошел. Тогда она была Айше, была очень умная женщина, она эти тряпки разрезала, в парчу сшила подушки и бросила на пол. Когда Мухаммад пришел, сел, я действительно, если… Понятно, что речь идет о монотеизме, и я, в принципе, не сотвори себе кумир. Если изображение вот так, оно может стать кумиром, как икона заменяет, часто в христианстве заменяет самого Бога, и сознательно заменяет, она есть его представитель. Потому что это опасность идолопоклонства, а если опасности идолопоклонства нет, то тогда, значит, нормально, и поэтому в банях можно рисовать все, что угодно. Есть чудо совершенно расписано, миядские бани, есть изображение. В общем, все, что вы попираете ногами, вполне может иметь изображение. Есть еще третий самый любимый хадис. На баз дядя пророка шел по миг, увидел человека, который сидит и что-то рисует. Пескили на чем-то рисует, потому что, ну, ты же не знаешь хадисы, говорили же нельзя, что страшно будут мучиться. Впрочем, если уж не можешь не рисовать, рисуй дерево, не рисуй человека. И с тех пор, ну, это очень хорошо увязывается с замечательными совершенно образцами мусульманского искусства, изображающими деревья. Вся мечеть амиядов в Дамаске – это рай, изображенный в виде таких пустых вилл и деревьев, и дальше купол скалы, пальмы и так далее, и так далее. У нас тут природу изображать можно. Вот из всего этого, из этих трех вещей складывается представление мусульманской об иконоборчестве и разные его аспекты, которые иногда стараемся мы показывать. Следующий маленький аспект – это русская литература, о которой я хотел бы напомнить. Но сначала несколько картинок. Это Сицилия, это мантия Роджера Сицилийского, знаменитые сицилийские правители, так называют, правосуху христианскими султанами, где имя Роджера и все остальное написано куфическим шрифтом в мастерских Палермо. И здесь вот вам дерево перевернутое, это пальма, и изображение очень типичное и для вообще Востока, и для исламских изображений – хищное животное, которое терзает какую-то лань, не хищное животное. Это юрневосточный символ. Все вот почти такие же вещи есть, например, во дворцах Меядов в Ерехуне, там знаменитая есть мозаика, но здесь маленький нюанс – вот этот там зверь-тигр пожирает верблюда. То есть это уже торжество, если так, не в Сицилии, это было бы торжество ислама над антилопой, то здесь торжество христиан над исламом. Ну и это знаменитый портрет Мехмета Забоевателя Джентили Беллини. Это история, тут разные ориенталистические картинки, история проникновения европейского искусства в Турцию. Читайте книгу Архана Помока, которая вот на днях была у нас в Петербурге, «Твое имя красный». А также только что вышедшую статью в вопросах философии Академика Смирнова, это один из нескольких арабистов, которые есть у нас в Академии наук, как раз о значении разных нюансов, значении формы и содержания, и разнице между мусульманским и немусульманским искусством на основе краскниги Архана Помока. А Наполеон в Египте, султан Мухаммад Али – это европейский образ ислама. А вот это Делакруа Гарем, а это Энгер. Так вот, Энгер – это восточный подход, изображает то, чего никогда не было. Никому в Гареме никто никогда голым не был. Вот нормальная женская половина такая в Алжире, как Делакруа написал. А огромное количество разных ориенталистической живописи, изображающей всякие вещи на грани приличия – это европейская мечта, выданная через изображение якобы исламского мира. Это караваны, такие образы мусульманского мира, это купол-сказы о Юрасолиме. Но я хотел бы, что у нас есть еще одна великая особенность в России – это поэт Пушкин. Потому что нигде в мире, нигде в мировой литературе ничего подобного тому, что написал об исламе Пушкин, нет. Есть только чуть сравнимый гетто, у нас нет времени говорить о восточно-западном диване гетто, но больше нет ничего. Пушкин сумел через русский перевод, сделанный из французского, понять те красоты Корана, которые, в общем, нигде в этих переводах отсутствуют, их нет, они есть только, если ты хорошо понимаешь текст. Ну, гениальные люди, они кое-что понимали. И Пушкин уловил очень много, в частности, и типологическую связь между Мухаммадом и библейскими пророками. И вот в его подражаниях там замечательное стихотворение о воскресшем путнике. Очень библейский мотив, он не просто очень библейский, он восходит в Библии. Ну, там, значит, путник пробуждается, да, мёртвый. И ветхие кости ослицы встают, и телом оделись, и рёв издают, и чувствует путник, и силу, и радость, в крови заиграла воскресшая младость, святые восторги наполнили грудь, и с Богом он дали, пускается в путь. В Коране. И посмотрели на своего осла, там тоже доказательство, там Бог, Аллах воскрешает человека и его осла. И посмотрели на своего осла, для того, чтобы нам сделать тебя знамением для людей. Посмотрели на кости, как мы их поднимаем, и как потом одеваем мясо. И когда стало ему ясно, он сказал, я знаю, что Аллах мочен над каждой вещью. Берём книгу Иезекииля. То же самое. «Произошёл шум, и вот движение, и стали сближаться кости, кость с костью своей, и вот жилы были на них, и плоть выросла, и кожа покрыла их сверху, и они ожили, и стали на ноги свои». Вот тексты, сходная эстетика, так сказать, и художественные приёмы везде разные, везде особенные, и, как видите, у Пушкина не хуже других. И он понимал, что такое пророк, поэтому у него и есть стихи о пророке, и в его подражаниях вот эта психология пророка, который сомневается в реальности своей миссии, тоже очень хорошо передаётся его. Аллах ободряет пророка. «Мужайся, шпорезирая обман, стезёю правды бродро следуй, люби, сирот, и мой Коран, дрожащей твари проповедуй». Дальше ещё один тоже характерный момент из Корана. Пророк отвернулся от слепца. Это есть в Коране, его за это укоряют, Аллах его укоряет за гордыню и говорит о тех дарах, которые он дал людям и о страшном суде. «С небесной книги список дан тебе, пророк, не для строптивых. Спокойно возвещай Коран, не понуждая нечестивых. Но дважды ангел вострубит, на землю гром небесный грянет, и брат от брата побежит, и сын от матери отпрянет, и все пред Бога притекут, обезображенные страхом, и нечестивые падут, покрытые пламенем и прахом». Пророк образы Корана, его не стесняют Пушкина и любимые темы критиков, которые, есть много пунктов, по которым Коран и Ислам критикуют. Вот то-то не так, это не так, женщине отношение плохое, хиджаб, ещё что-то, кровожадность и так далее. Вот Пушкин всё понял про женщину. «Живите скромно, вам пристало, безбрачной девы покрывало, храните верные сердца для незаконных и стыдливых, да взор лукавый нечестивых не узрит вашего лица». И наставляет гостей Магомеда, почтите пир его смирением и целомудренным склонением его невольниц молодых. Есть ещё одно обвинение, известное кровожадность, да, Ислам. И тут поэт просто приходит в восторг. «Недаром вы приснились мне в бою с обритыми головами, с окровавлёнными мечами, во рвах, на башне, на стене. Вы победили, слава вам, о малодушном под смеяние, а ненабранное призвание не шли, не веря дивным снам. Блаженны павшие в сражении, теперь они вошли в Эдем и потонули в наслаждении неотравляемым мечем». Ну, таких военных стихов, вообще в русской поэзии есть, но вообще-то мало. Есть ещё дальше, он идёт ещё дальше. «Путешествие в Арзрум» и знаменитый Стамбул Георгий нынче славит. Это вообще совершенно современно, как будто бы с журнала «Дабик». «Стамбул Георгий нынче славит, а завтра кованой пятой, как змея спящего раздавят, и прочь пойдут, и так оставят. Стамбул заснул перед бедой. Стамбул отрёкся от пророка, в нём правду древнего востока лукавый запад омрачил. Стамбул для сладостей порока, мольбе и слабле изменил. Стамбул отвык от поту битвы и пьёт часы, винов часы молитв. Но не таков Арзрум нагорный, многодорожный наш Арзрум. Не спим мы в роскоши позорной, не черплем чаши непокорной, вине разврат огонь и шум. Постимся мы струёю трезвой, одни фонтаны нас паят, толпой неистовой и резвой, джигиты наши в бой летят, к жёнам, как орлы ревнивы, каремы наши молчаливы, непроницаемы стоят. Ну, это вот совершенно, как сказать, прямо военное, современное стихотворение. Все аспекты, которые в Коране есть, аспект борьбы с гордыней, аспект покорности Богу, аспект военный, аспект такой метафизический, всё есть. Зажёг-то солнце во вселенной, да светит небо и земле, как лён Елена, или ем напоенный в лампадном светит хрустале. Творцу молитесь, он могучий, он правит ветром в знойный день, на небо насылает тучи, даёт земле древесную тень. Он милосерд, он Магомету открыл сияющий Коран, да притечём и мы ко свету, и допадёт сочей туман. Ну, вот это несколько из подражаний Корану. Я очень советую всем их регулярно читать, а потом брать текст Корана, потому что ничего лучше на самом деле нет, и минимальные искажения. Ну, вот ещё целая серия картинок. Это Иерусалим, значит, самый кратчайший вход на гору и купол скалы, этот сейчас только для мусульман существует. Значит, наша востоковедь, наша ориенталистика, ориентальная живопись, наша современная, Верещагин. Сравните, что теперь получилось с Амаркандом. Есть разные точки зрения, что такое, как надо реставрировать древние памятники, но вот они были все такие. Это Гурумир, могила Тимура, это Тачмагал, живерещагинский. Это, значит, востоковедные истории про Бухару. Понятно, если про Кавказ, очень отличается российский взгляд на Кавказ, который вот примерно вот у Пушкина есть, и российский взгляд на Среднюю Азию. Вот тут, видите, отрубленные головы. Афганский воин. Ворота Тимура. Это мусульманская Испания. И есть еще у нас несколько примеров вот этих образов, из которых один, может быть, самый замечательный, это Хлебников. Хлебников, как известно, жил в Поволжье, знал все на свете, был такой же гениальный, как Пушкин. И поэтому, вот его, но его стихи, если Пушкин пишет об экзотическом Коране, Хлебников, может, один из немногих поэтов русских, у которых чувствуется, что он жил в этом мире, и мир он этот более-менее понимает. Вот, например, его Хаджи Тархана об Астрахане. Во-первых, он один из немногих, кто знал, что Астрахань это и есть Хаджи Тархан, имя святого. Ах, мусульмане те же русские, и русским может быть ислам, милые глаза, немножко узкие, как чуть открытый ставень рам. Это вот образ действительно человека, который в этом мире жил, и где две категории, два народа живут вместе, при том, что всю напряженность обстановки он тоже понимал. Дальше идет так. «Челмы зеленые толпой здесь бродят в праздник мусульман, что предсказал клинок скупой коней отмщения водопой и месть гиуру радость рам. Казани страж и глаз убеки, там лились слез и крови реки. Или мечети храм несет низина, и видеть скорбь в уделе нашем, красивый дик зов Муэдзина зовет на роли новым каши». Про новые каши он действительно знал, и не только на ближайшее будущее, известно, он предсказал почти точно дату Октябрьской революции, мы в честь этого будем делать выставку ансельма Кифера, посвященную Хлебникову, но он предсказал и знаменитую историю в Нью-Йорке башни-близнецы. Незамки мирового торга, где бедности мировой торговый центр, где бедности сияют в цепи, с лицом злорадства и восторга ты обратишь однажды в пепел. Помните, как в пепел? «Кто изнемог в старинных спорах и чей застенок там на звездах неси в руках гремучий порох, зови дворец взлететь на воздух, если в заре племен уж потонул клуб дыма синего, сизого, с рукой в крови взамен знамен, бросай судьбе перчатку вызова, если меток был костер, извился парус дыма синего, шагай в пылающий шатер, огонь за пазухой вынь его, где ночуют барыши, чехле стекла, где царский замок, приема взрывы хороши и даже козни умных самок, когда сам бог на цепь похож, холоп богатых, где твой муж?» Это начало Владимира. Это абсолютная картинка, я 11 сентября был в Нью-Йорке и видел это все в течение двух дней, это абсолютная картинка вплоть до дыма сизого того, что произошло 11 сентября в Нью-Йорке. Так что здесь у нас и пророчества имеются хорошие. Ориентализм, попытка понять мир, попытка его описать. Вот здесь знаменитая картина Жерома, она из Эрмитажа была украдена, потом ее нашли, сложенную четверо, реставрировали, тоже целая замечательная история. Здесь опять такой прием Гарем, который изображен так, какой бы французский художник хотел иметь для себя, а не такой, какой Гарем бывает по-настоящему. А вот это другая замечательная история, там вы видите колоннаду Пальмиры, это англичанка леди Дигби, такая английская увлеченная женщина, как это называют ее, авантюристка, которая, у нее было много мужей, но один из последних был вождь одного из бедоинских племен района Пальмиры, звали его шейх Меджавид Аль-Мазар, вот он, и она вышла за него замуж, и они жили в Пальмире, и вот тут она была долго его женой, и в общем, они очень мирно-славно жили, но это была в Сирии второй план 19 века, из Пальмира они приезжали в Дамаск, где и в Алеппо, где у них были большие дома, и там они жили совсем другой жизнью. Это такая была почти игра, когда описывают путешествие в Пальмиру, в Сирию конца 19 века, в Алеппо живут все себе замечательно, никаких проблем ни бедуинов, ни разбойников, все религи живут вместе, торгуются, дальше они идут в Пальмиру, это полтора-два дня пути, там бедуины, они берут заложника, заставляют платить, привозить деньги, в общем, вся эта романтика такая постаковедная существует, но это на самом деле у всех есть повсюду, что не читаешь 19 век, что в европейской литературе обязательно вот эти две стороны, то все хорошо и вообще лучшее социальное устройство, чем может быть на свете, либо значит бедуины, которые нападают грабить. Ну это вот такая часть той романтики, которая может существовать, но еще одна из задач того, что мы должны делать и рассказать, это учить себя и всех мусульманским обычаям, общекультурно-культурному диалогу, потому что Киплинг знаменитый человек своим запад, есть запад, восток, есть восток, но эту фразу всегда используют неправильно, потому что дальше есть и запада нет, и востока нет, что племя, вроде народ, если сильный, сильный, лицу к лицу у края земли встает, так что это как раз про героев, но у него есть потрясающее скотворение, никто не перевел на русское, называется Ходроматис, Ходромат место, где довольно долго прожил, там такая жалоба Ходроматиса, что он принял европейца, который бежал, кого-то он зарезал, за ним следовали, желая убить светкровную месть, он его как гость принял на 3-4 дня, но что же это было такое, этот европейец смеялся, громко говорил, расспрашивал о здоровье женщин, сморкался, еще чего-то, короче говоря, через 3 дня, я его проводил до границы и зарезал, потому что человек ввел, там получается на самом деле замечательно, хорошо бы действительно перевести список всего того, что не надо делать в чужой культуре или о чем нужно думать, когда ты себя держишь, громко орать не надо и так далее, и все остальное, из тех вещей, которые нужно помнить, есть классическая вещь, история о Саладине, ее постоянно, когда рассказывают о крестовых походах, приводят, значит, битва при Хитине, где мусульмане, где мусульмане помогли избежать плена, вернее, избежать плена Раймунду Триполитанскому, который всегда, это Каир, который всегда хорошо вел себя с мусульманами и привели его к, значит, Раймунду Триполитанскому, даже в плен не взяли, его просто посадили рядом с салем, а тут привели еще короля Иерусалимского Гиде Лузиньяна, это был жуткий мерзавец, его ненавидели и христиане, и мусульмане, где, простите, я думаю, Ренеда Шатриона привели, известна своей жестокостью, и Гиде Лузиньян, значит, сидел у Саладина, и следующим обычаем гостеприимства и обращения равного с равным Саладин приказал дать, вернее, даже сам подал Гиде Лузиньяну чашу с водой, подать чашу с водой, это значит защитить, угостить в своем доме, значит, признать гостя, то, что значит, гость признает человека, хозяин признает человека гостем, значит, он не прикосновен, и тем самым, значит, это как бы его нельзя, гостя нельзя убить, а Ренеда Шатриона надо было убить, он там всех убивал, но Гиде Лузиньян решил его спасти, он отхлебнул воду и передал чашу Ренеде Шатриона, Шатриону, что вот он сейчас выпьет, его тогда нельзя будет убить, потому что такие законы гостеприимства, но Саладин уже прежде поклялся, что он убьет Ренеда Шатриона и собственноручно отрубил Ренеду голову, несмотря на то, что тот принял эту чашу, так что обычаи все нужно иметь в виду, но знать, что есть вещи, которые сильнее всяких обычаев, и потому мы можем встречать самые удивительные вещи в мусульманском искусстве. Это еще несколько картин Жерома, это Кордовская мечеть, знаменитая тем, что она очень красивая, тем, что она сейчас находится внутри собора и тем, что она была отреставрирована в 19 веке. Очень поучительная вещь. Сейчас всю эту реставрацию на 80% считают полным барахлом и неправильной реставрацией. Как, впрочем, почти все вещи, отреставрированные в 19 веке в Испании и во Франции архитектурной, они все считаются плохой и неправильной реставрацией. Это турецкая экзотика и современное искусство Андрею Руссо, Тансмарк, Матисс. Это одна из лучших картин Эрмитажа, арабское кафе Матисса. А это про то же самое. Это художник европейский. Опять то же самое сиеста, жара, люди лежат в тени, но вот разница между хорошим искусством и обыкновенным. Фридцмарк, Кандинский, Паул Кле, это тоже Паул Кле, Бедаинская песня. Ну и просто напомню, что мусульманское искусство кругом вокруг нас, самая красивая мечеть в Европе вот это, блестящее сочетание буры мира с северным модерном, это гурый мир, как он был, гурый мир, как он сейчас, внутренности гурого мира. Это северный модерн, астория, конечно, сама по себе, там родцы в Фаберже, а вот этот дом Мурузи из этой же линии, он весь сделан в мусульманском, в мавританском стиле, стиле, условно говоря, альгамбре, то, что очень любили в 19 веке, тут и арабские надписи под окнами, зеркальные арабские надписи и девизы насридах, иногда очень смешнее вещи в культурном взаимодействии, это, понятно, баня, да, в царском селе, построенная как мечеть, из таких зданий очень много в Европе, мельницы, и все, людям нравились архитектурные формы, люди видели города, особенно турецкие во время завоевания, хотелось построить что-нибудь такое, вот так вот, чтобы было красиво, на самом деле, точно так построена Венеция, все венецианские дома ранние, они не подражают так прямо мусульманскому, они все напоминания, они все воспоминания о архитектуре мусульманских городов Средиземноморья, но это дом Юсуповых, это вот мода, ну, понятно, Юсуповы считали себя потомками пророка, нет, конечно, но вот это у них, ну, а все нужно завершать Айя-Софии, потому что в ней все есть, мусульманское и исламское, я ее все время привожу в пример, когда очень много говорят о том, что нужно вернуть религиозные здания религиям и убрать оттуда музеи, то вот вам пример, Айя-София музей, и потому тут могут быть мозаики с богоматерью, имена халипов и все остальное, как только он перестанет быть музеем, эти все мозаики опять будут все закрашены, а требования превратить ее обратно в мечеть очень сильные, в Турции может быть, этим когда-нибудь и кончится. Вот у нас будет Исаакиевский собор или Айя-София. Вот она.